Слава нашему Господу! За время прекрасное, время благоприятное. То, что Бог помог нам до этого часа, до этого момента, Он был с нами. Он благословлял, наполнял, даровал нам ощущать Его присутствие, Его милость, Его благодать. И я думаю, что на этом не заканчивается наше путешествие, или наш путь, или наше искание Бога Всемогущего, который так нужен в нашей жизни, так нужен нам, так необходим нам. Даже в этом служении, даже в наших молитвах мы нуждаемся в Его присутствии, потому что Он Бог, наполняющий силой, дающий благодать Свою. Слава Ему за это! Я прочитаю несколько стихов, и мы помолимся. Это записано Луки, 18 глава, 31 стих. «Отозвав же двенадцать учеников своих, сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Иисус Христос отзывает своих близких. Казалось бы, такие близкие люди, которых Он избрал двенадцать, и говорит им, отозвал двенадцать, и начинает им говорить, что мы восходим в Иерусалим. Это тот момент, это незабываемый момент. Там совершится все написанное о Сыне Человеческом. Так хотелось, чтобы эти двенадцать, чтобы эти двенадцать обратили, или открыли свои сердца, для того, что говорит Сын Божий, чтобы они обратили в свой взор, для того, чтобы услышать все-таки, что происходит в этот момент. Тогда происходило, Иисус хотел открыть им переворот. Он хотел объяснить им, говорить, что сейчас совершится. То, что было через пророков, оно совершается, и вы его можете увидеть. Вы это можете услышать. Что Сыну Божьему нужно пострадать. Что Сыну Божьему нужно умереть, быть оплеванным. И Он говорит, перечитывает, Он говорит, что должно произойти там, в Иерусалиме. Но Слово Божье говорит, они не могли этого. Это было сокровенно для них. Братья и сестры, я хочу сказать, что сегодня тебе и мне открыто что-то, что Сын Божий совершил там. Что Иисус Христос, Он совершил для нас эту победу. Иисус, Он говорил о той победе, которая совершится, но и воскреснуть, Аллилуйя. Должно произойти вот это. Это не останавливало Его шествие в Иерусалим. Это не останавливало Его унижение. Те унижения, о которых Он говорил ученикам, это не остановило Его. Потому что Он видел что-то другое. Он видел, что однажды эти ученики, на них сойдет сила Божья. Он видел, что Церковь Божья, она обновится в силе Своей. Она пойдет, она будет взывать к престолу благодати. Это Его тянуло, это Его тянуло туда, в Иерусалим, где нужно пострадать. Потому что, чтобы излить свой Дух Святой на Тебя и меня. Слава нашему Господу. Чтобы открыть все-таки до конца то, чего не могли уразуметь ученики. Открыть тысячам, открыть тысячам тысяч. Открыть ту великую тайну спасения Божьего. Давайте мы прославим Его за это. Вставши будем благодарить Бога нашего. Отец Небесный, Бог Великий. Бог Всемогущий. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе. Отец, слава Тебе. Слава Тебе. Ты открыл. Ты открыл это детям Твоим. Ты открыл это сынам Твоим и дочерям. Твое великое спасение. Твой путь в Иерусалим. Он не был напрасный, Господи. Твое путешествие. Господь такое трудное. Но оно не было напрасно. Потому что церковь Твоя сегодня освящается Твоей кровью. Сегодня омывается, Господь, кровью Твоей пролитой там на Голгофе. Слава, слава. Слава, слава, слава Тебе. Слава Тебе, слава Тебе. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, слава Тебе. Господи, что Ты продолжал этот путь. Что Ты прошел его до конца. Господь, видите, страдания. Ты не остановился. Но Ты желал спасти. Но Ты желал помиловать. Но Ты желал оправдать себе народ. Аллилуйя. Народ очищенный. Народ приготовленный. Аллилуйя, для встречи с Отцом, благодаря Твоим страданиям, благодаря Господь Голгофе, благодаря Твоей крови, пролитой на Голгофе. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Господи, в это утро мы благодарим Тебя, в это утро мы поклоняемся Тебе за то, что Ты совершил, за то, что Ты открыл, за то, что Ты прошел этот путь, Отец. Аллилуйя, спасая нас, спасая нас, Господи, видя немощи, видя, Господь, наши недостатки, Ты, Господь, продолжал Твой путь ради этого, ради этого, Господи, чтобы найти нас сегодня, чтобы достигнуть, Господи, еще много их сердец. Твой путь продолжался, Иисус, мы благодарим Тебя в это утро за это, мы благодарим, мы поклоняемся Тебе, Отец Небесный, мы верим, Господи, что еще многие-многие придут и поклонятся. Аллилуйя, воздадут Тебе хвалу, те, о которых молится Церковь Господь, о которых были произнесены молитвы, Господь, они прославят имя Твое. Аллилуйя, 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 потому что Ты достоин, достоин славы, да прославится Твое имя, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Аллилуйя, 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 аллилуйя что ты мой бог бог любви отец небесный пришел на землю с небес показать свой путь продолжил на крест забрать воскрес на царство тьмы оттуда опять в небесах чтоб нам сиять пришел на землю с небес путь показать свой путь продолжил на крест мой грех забрать воскрес на царство тьмы оттуда опять в небесах чтоб нам сиять славлю имя я твое возношу тебе хвалу я для меня ты жизнь моя для меня ты путь спасенья пришел на землю с небес путь показать свой путь продолжил на крест мой грех забрать воскрес на царство тьмы оттуда опять в небесах чтоб нам сиять пришел на землю с небес путь показать свой путь продолжил на крест мой грех забрать мой грех забрать а с креста царство тьмы и оттуда опять в небесах чтоб нам сиять я при вас ношу тебя на небеса на небес своих полою я так рад что жизнь моя я так рад что жизнь моя и оттуда я и Пришел на землю с небес Путь показать свой путь Продолжил на крест Мой грех забрать А с Христа царствовать Вы оттуда опять Небеса, чтоб нам сиять Небеса, чтоб нам сиять Небеса, чтоб нам сиять Благодарим Тебя, Господь Славим Тебя, Господь Ты пришел, Ты спустился с небес И Ты, Господь, пострадал за нас Благодарим Тебя, Господь Ты отдал свою жизнь, чтоб мы могли жить Славим Тебя, поклоняемся Тебе, Господь За все благодарим Тебя, Господь Ты один достойный славы и поклонения Чисто За все Тебя, Господь, я благодарю Ты искупил от смерти душу мою И буду возвещать Тебя, Господь И буду возвещать Тебя, по всей земле О том, как милостив и благ Ты ко мне За все Тебя, Господь, я благодарю Ты искупил от смерти душу мою И буду возвещать Тебя, по всей земле О том, как милостив и благ Ты ко мне Вся слава Тебе О, Иисус, спасение до мне О, Иисус, и сердце во мне О, Иисус, споет о Тебе Всегда, Иисус, я посвящаю жизнь свою И благодарю лишь Тебе И благодать Твоя сегодня на мне Пусть знает каждый, слыша из моих груз О том, что жив Господь, спаситель Иисус Все слава Тебе О, Иисус, спасение до мне О, Иисус, и сердце во мне О, Иисус, споет о Тебе Всегда, Иисус И только все слава Тебе О, Иисус, спасение до мне О, Иисус, и сердце во мне О, Иисус, споет о Тебе Всегда, Иисус За все Тебя, Господь, я благодарю Ты искупил от смерти душу мою И буду возвещать обо всей земле О том, как милостивый благ Ты ко мне Славим Тебя, Господь Ты, Господь, благ и милостив к нам Благодарим Тебя И сегодня, Господь, утром Милость Твоя снова обновилась И мы, Господь, в церкви Твоей Мы славим Тебя Ибо Ты великий, Ты достоин Милость Твоей полна вся земля Милости Твоей полна жизнь моя Милость Твою Ты превоснёс нам судом Возлюбил меня и вёл свой дом Милость Твоей полна жизнь моя Милость Твою Ты превоснёс нам судом Возлюбил меня и вёл свой дом Ты спас меня и оправдал Освободил от вины Ты спас меня и оправдал Освободил от вины Милости Твоей полна вся земля Милости Твоей полна жизнь моя Милость Твою Ты превоснёс нам судом Возлюбил меня и вёл свой дом Ты спас меня и оправдал Освободил от вины Ты спас меня и оправдал Освободил от вины Благодарю Тебя Благодарю Тебя Благодарю Тебя Благодарю Тебя Благодарю Тебя Ты спас меня и оправдал Освободил от вины Ты спас меня и оправдал, освободил от вины, освободил от вины. Ты, Господь, освободил нас от вины через Твою жизнь, через Твою смерть и через Твое воскресение. Все для нас. Мы благодарны Тебе, Господь. Мы живы, Господь, потому что Ты, Господь, жив. Слава Тебе, поклонение Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, за ту свободу, которую Ты нам даешь. Слава Тебе. Мы величаем Тебя и поклоняемся Тебе сегодня, в этот час, в нашем служении. Мы призываем имя Твое. Мы, Господь, благодарим Тебя за любом Твое и за прощение Твое и за то, что сегодня, Господь, Ты дал нам эту возможность быть в этом собрании. Хвала Тебе. Благослови нас, освяти нас и наполни Твоей радостью. И, Господь, дай нам победу в нашей жизни. Слава Тебе. Аминь. Мы пели этот псалом. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Слава Богу, братья и сестры. У нас так много всего. Я даже не знаю, с чего начать. Сегодня хочу, как вы знаете, заканчивается. Даниил уполз у нас. Мы были эти дни вместе, 21 день. Кто меньше, кто больше, кому была возможность. Может быть, кто-то 21 день был здесь. Да, есть люди, которые были эти все дни. Некоторые меньше были. Но какие-то обстоятельства все были в нашей жизни. Но я верую, братья и сестры, что это нам поможет в нашей жизни. Мне особенно нравилось, когда мы молились друг за друга. Мне это очень нравится. И такая молитва, знаете, когда мы молимся друг за друга и благословляем. Мы посылаем своему другу жизнь благословения. И это прекрасно. И поэтому мы, семья Божия, мы принадлежим Господу. И Псалом 132 говорит таковые слова. Это как хорошо и как приятно быть братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове. И как хорошо и приятно быть сестрам вместе. Как хорошо и приятно нам быть всем вместе в Доме Божьем. Это прекрасно. Дом Божий, это ковчег Божий. Как один брат выразился, это лечебница Божия. Здесь мы можем поддерживать друг друга. Молить за друг за друга. Говорить приятные слова. Призывать имя Господа. Это чудесно. Я вспоминаю свои детские годы. Когда я помню, у нас был такой текст на стене. Написано в рамке. В рамку взяты. И были таковые слова написанные. Радуйтесь, праведные, о Господе. Псалом 96, 12 стих. Первая, последняя часть, или первая, не помню, этого стиха. Радуйтесь, праведные, о Господе. Поэтому, братья и сестры, это чудесно. Мы сегодня будем радоваться. Мы сегодня будем благодарить Господа. Поэтому, конечно, наша жизнь, она продолжается. Нам нужно много молиться, поститься еще и еще. Прилагать усилия, старания. Для того, чтобы нам преодолевать эти трудности в нашей жизни. Но слава Богу, что Господь отдает нам такое желание. Желание, чтобы нам посещать и приходить сюда, в Церковь Божию. Библия нам говорит, в первом послании Коринфянам, 6 глава, 20 стих. Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьи. Вы не свои, Библия нам говорит. Вы куплены дорогою ценою. Вы Божьи дети. Вы принадлежите Господу. Только Ему. Слава Богу. Цена заплачена, братья и сестры. Господь отдал жизнь свою за вас и за меня. Он заплатил за нас, за меня и за вас заплатил. И я так часто думаю, когда человек заплатил, помните, когда покупали рабов, когда заплатил и говорит, ты мой. Правда, было такое. Он принадлежал хозяину. Мы тоже куплены Господом. И мы принадлежим нашему хозяину, Иисусу Христу. Братья и сестры, как это прекрасно, что в нас есть Господь, наш Спаситель, который сегодня благоволит к нам. И сегодня говорит очень и много, говорит много-много раз, повторяет нам эти слова. И апостол Петр говорит, я не перестану напоминать, да буду говорить. И поэтому, братья и сегодня напоминают и говорят, что ожидают, что будет. И как нам нужно проводить нашу жизнь на этой земле. Хочу напомнить некоторые слова в эти последнее особенное время. Мне эти некоторые стихи просто звучат в моем разуме, в моем сердце, в моем подсознании. Просто как молот бьют. Поэтому я не могу сегодня их не сказать и вам. Псалом 41, 2 стих. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Желает душа моя к Богу. 3 стих. Жаждет душа моя к Богу, крепкому, живому. Аллилуйя. Жаждет душа моя к Богу. Пророк Исаия тоже не умалчивает, но напоминает нам эти слова. В 55 главе 1 стих говорит. Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, в которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Идите. Жаждущие, идите к водам. Идите, братья и сестры. Слово Божие нам говорит, идите, призывай от нас, чтобы мы шли к этим водам. И брали воду жизни. И здесь в Откровении, 21 глава 6 стих говорит, и сказал мне, совершилось. Я есть альфа и омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Я думаю, как идти покупать? А Господь говорит, я даю тебе даром. Даю даром тебе, без платы, без серебра. Даю тебе даром. Бери. Слава Богу. И к Откровению, 22 глава, 17 стих говорит, дух и невеста говорят, приди. И слышавшие да скажут, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Жаждущий пусть приходит. Мы знаем, что такое жажда. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой утешение мое. Жажду, Господи, спасения Твоего. Поэтому сегодня, братья и сестры, я радуюсь этому, что Господь зовет тебя и меня. Особенно в эти дни, когда мы жаждем, когда мы ищем Господа, когда мы ищем сил Его, ищем присутствия Божьего. И нам отрадно здесь. Если какое-то разочарование ты имеешь в своей жизни, но когда ты приходишь в Дом Божий, ты ощущаешь себя здесь иным человеком. Ты здесь получаешь Божье благословение. Здесь приходит радость. Здесь Господь говорит тебе, я с тобою, не бойся. Я помогу тебе. Я сохраню тебя. Здесь дальше говорится таковые слова. Это первая книга, Паралипоменон, 16 глава, с 8 по 11 стихи. Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, пойте Ему, бросайте Ему, повидайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, довеселится сердце ищущих Господа, взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его. Правда чудесно. Напоминается нам это. Ищите лица Его. Я так часто думаю, если бы там Господа не было, где был Сидрак, Мисак и Евденага, брошены в эту печь, раскаленную огнем, были бы они спасены. Но там был Христос посреди них. И они были спасены. Нам нужен Христос, братья и сестры, в нашей жизни. Халилуя. Он нужен тебе. Он нужен мне. Я часто так думаю, кто без Господа живет, это просто сухое засохшее дерево, которое не приносит плода. Но если ты с Господом, ты даже в старости и плодовитый, и свежий, и сочный. С Господом. Ищите Господа, когда можно найти Его. И призывайте, когда Он близко. Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи. Слово Божие нам так же говорит в Псалом 72, 28 стих. А мне благо приближаться к Господу. Мне благо, братья и сестры, приближаться к Богу, потому что упование мое, чтобы возвещать дела Его, уповать на Его и возвещать дела Его. Это прекрасно. Так как сегодня перед нами мы видим эти знаки, заповедь Господа Иисуса Христа, хлеб, чаша, вино, все это напоминает нам о страданиях нашего Господа Иисуса Христа. Все это говорит о том, что Господь умер за нас. Когда Он был там, на той Голгофе, на кресте, Он был виден простому взору. Каждый человек, проходящий, мог видеть Его там, на кресте, умирающего за Тебя и за меня. Но слава Господу, нашему Отцу Небесному, за Сына Его, за нашего Спасителя Иисуса Христа, который добровольно взял этот крест ради Тебя и ради Меня, чтобы спасти и помиловать. И здесь говорит Слово Божье, кто такой Господь? Я есмь, пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают Меня. Христос говорит, я знаю моих. И вы знаете Его. Однажды мы познали, однажды Господь привлек тебя и меня, однажды Он нашел тебя и меня. И когда мы в то время, когда, может, мы каялись, говорили Господу, я хочу служить Господу, заявляли это перед церковью, приходила великая радость. И этой радости не было конца. Я знаю, когда Господь некоторых крестил духом, они не могли остановиться. Они радовались этой радостью великою, Божьей радостью. Христос говорит, я есмь, виноградная лоза, а отец мой виноградар, я есмь. Я есмь, я есмь, я есмь, Христос сказал. Христос сказал, я есмь, дверь, кто войдет Мною, тот спасется, кто войдет и выйдет, тот спасение найдет. Аллилуйя! Это чудесно. Меня это радует, братья и сестры. Христос является дверью спасения. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Это Иоанна 14, глава 4 стиха. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? Иисус сказал ему, я есмь, путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Я есмь, путь истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня, Христос сказал, через Господа. Помните беседу Иисуса Христа с Марфою. Иисус сказал ей, я есть в воскресенье и жизнь, верующий Меня, и если умрет, оживет. Если верующий человек, и умрет, оживет. И здесь мы слышим, я есть. Он есть. Он есть у милостивления за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Он есть. Он есть, когда ты нового завета. Он есть, братья и сестры. И 1 Иоанна, 2 глава 1 стиха, говорится так, дети Моисия, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. А если бы кто согрешил, мы имеем ходатая Иисуса Христа. Поэтому сегодня мы будем нуждаться в Господе. Мы сегодня будем каяться. Потому что я так утром думал, думаю, Господи, такое прекрасное время, такое хорошее время, когда мы будем протягивать нашу руку хлебу и к чаше и будем говорить, Господи, прости меня, помоги мне помнить твои страдания, помоги мне помнить то, что ты сделал для меня. Это для меня было сделано. Господь оставил славу неба и пришел на эту землю, чтобы благословить. Мне вспоминается еще один такой случай библейский. Иисус сказал у одного человека или взаимодавца было два должника. Один был должен пятьсот динариев, а другой пятьдесят динариев. И как они не имели чем заплатить, то он простил им обоим. И он обращается к Симону и сказал «Скажи же, который из них более возлюбил его?» Симон отвечал «Думаю, тот, которому более простил, он сказал ему «Правильно ты рассудил, намного проще, мы много любим. Часто порой может мы говорим да, это много человек грошил, но независимо, когда я помню, когда бросить, даже мы это может делали и сегодня делаем бросить камень маленький и большой. От большого камня естественно большие отпрыски от воды, правда? От маленького маленькие, но большой или маленький камень идут на дно моря. Поэтому Господь простил грехи наши и эти грехи наши пошли на дно моря. И Господь не вспоминает больше нам грехов наших. Слава Господу! Халлилуйя! Халлилуйя! Хочется сегодня в этот день воспевать Богу. Сегодня хочется рандоваться и петь имени Иисуса Христа, потому что Он достоин этой славы. Братья и сестры, поэтому хотел бы я, чтобы вы сегодня преклонились свои колени, преклонились пред Господом, восхвалили Ее имя и сказали Господи, Ты достоин этой славы. Поэтому помолимся Господу. Халлилуйя! Аминь! О, любящий Господь, мы сегодня стоим пред лицем Твоим. Мы благодарим Тебя, Господи, и мы славим Твое имя Святое. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Чудному, святому и вечному Богу! Мы благодарим Тебя, Господь, за силу Твою, за Дух Твой Святой, за кровь Твою Святую, за все мы Тебя сегодня величаем и поклоняемся Тебе, потому что Ты один достоин этой славы. Господи, пусть Твое имя будет прославлено, пусть имя Твое будет возвеличено, дай нам силы, Господи, моления и прощения пред Тобою. Благословен Господь и свят Господь, великое имя Господа, великое имя Иисуса Христа, свят, свят Господь Собовов, Ты достоин этой славы. Мы поклоняемся Тебе, Господь, и мы благодарим Тебя за любовь Твою, за прощение Твое, Боже, за все Тебе слава, слава, слава Тебе, Абва, Отче, всемогущий Иисус наш, мы любим Тебя, мы любим Тебя, Господи, и мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал для нас, Ты много сделал для нас, Ты возлюбил нас, Ты простил нас, и омыл своей прочистою и святою кровью, Аллилуйя, Аллилуйя, поэтому, Господь, пусть сегодня в этом собрании славится имя Твое, пусть сегодня поются здесь псалмы, пусть сегодня молятся, пусть каждый скажет слава Господу за то, что Ты возлюбил любовью вечною, Аллилуйя, Аллилуйя, Дух Святой, наполнена сегодня до избытка, исполни нас сегодня этой великой радости, исполни, Господь, потому что мы идем к Тебе и мы нуждаемся в Тебе, потому что Ты нам нужен постоянно и всегда, слава Тебе, поэтому превозносим Тебя, потому что Ты есть хлеб живый, шерщий с небес, слава Тебе, что ради нас Ты оставил славу неба и пришел на эту землю, поклоняемся Тебе, благослови всех нас еще в продолжении этого служения, наполни нас радостью и миром Твоим и любовью Твоею, поэтому хвала Тебе, хвала Тебе, хвала Тебе, вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Слава нашему Господу! Путь Христа! Стих, который написала Людмила Черницкая. Лик обезображен от побоя, голова склоненная на грудь, что же сделали они с Тобою, что прошел Ты этот трудный путь. И за что, как хищник разъяренный, дикая толпа Тебя терзала, но ты стоял такой смиренный, царь, которого толпа не знала. Ты не коронован был толпою, бросили тебя на унижение, выбор сделан правильный тобою, путь любви, путь к ротости, смирения. В царские одежды не одели, в золотых сосудах вин не дали, наглумиться, просто лишь успели, плечью очень сильно ударяя. Пыль дороги обогрилась кровью, обогрён хитом кровь от креста, что же сделали они с Тобою не узнать отекшего лица. это был предел до беспредела, пыток изощрённых мир не знала. Это всё, что ты с толпа сумела дать тому, кто жертвой твоей стал, кто пришёл, чтобы открылись очи, кто голодный хлебом накормил, кто не только днём, но тоже ночью лучшим в мире консультантом был, зачеркнул бредовые идеи, сам открытой дверью многим стал, робкие пошли за ним смелее, он гудел и власть и силу дал. Без оружия, терактов и террора ствинул мир, акценты поменял, страхи олигархи все без спора мир религиозный задрожал, укращал не раз земные бури мог мятеж и этот подавить, но с высот прекраснейших лазури бренд небес не мог упустить, он не мог пойти на компромиссы угодить ради чего кому небом признана святая миссия чешу горечи испить ему и поэтому повея Долороса шел он свет кровавый оставляя лишь у ближних множество вопросов как влюбить обидчиков прощая нет аналогов любви похожей нет и не было еще доселе он воистину был сыном Божиим ну а вы распять его успели это не история всего лишь это то чем ты живешь и дышишь даже если сам с собой споришь слухом сердца ты голгофу слышишь дала роза след христа христа кровавый и две тысячи лет не расстояние там остановись там и оставайся в страхе в умилении в раскаянии аминь 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 и аминь 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 и аминь 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 ПЕСНЯ 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 Варьё, 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 Варьё. Аллилуйя, слава Иисусу! Господь благ, Бог чудесный, Бог славный, Бог, который отвечает. Сегодня 21 день нашего поста и молитвы. И тема этого дня, это очень славная тема. День благодарения и принятия Божьих. Ответов. И вот полноты Его все мы приняли. Благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Сегодняшнее служение или сегодняшняя молитва мы по-особенному нуждаемся в благодати Божьей. Благодарить, да, мы можем сами, из нашего сердца, из наших уст. Но получить наши ответы мы должны просто молиться и просить, чтобы Бог, Он просто двинулся на этом месте и пришла Божья благодать. Знаете, атмосфера ожидания, она рождает атмосферу чудес. Если тебе сегодня нужно от Бога чудо и от Бога ответ. Если ты сегодня на этом месте пришел и ты в ожидании, что Дух Святой будет двигаться и что Дух Святой будет касаться, это состояние рождает атмосферу чудес. Я сегодня на этом месте, потому что мне нужно от Бога ответы, мне нужно от Бога чудо, мне нужно, чтобы Бог прикоснулся ко мне. И я сегодня благодарю за то чудо, которое Бог уже сделал, и оно на пути в мою жизнь во имя Иисуса Христа. Очень важно, я попрошу вас постараться заблокировать или как-то свои мысли, которые, может, плавают или где-то бегают, попытаться сосредоточиться о том, что будет происходить на этом месте. Своё переживание, свои мысли вы должны полностью сейчас убрать в сторону, и просто чтобы ваши мысли были направлены на Слово Божье. Ваши мысли должны быть сейчас направлены на обетование Божье. Все, что мешает сейчас сосредоточиться Тебе, скажи, Господи, помоги мне увидеть Тебя Творящим во имя Иисуса. Во время поста, где-то, наверное, на восьмом дне, Бог мне показал интересный момент, что когда был пост и молитва, то Бог заботился о вещах в нашей жизни, которые ждут нас впереди. Это было очень интересно, как бы Бог настолько детально показывал, что Бог устрояет моменты в нашей жизни, которые придут в этом году. Я верю, что Бог что-то особенное сделает через то, что происходило этих 21 день. Одно место, которое я хочу подметить в силу поста и молитвы, это записано в Старом Завете. Это записано в 2 Параллипоминон, 20 глава. Знаете, в нашей жизни есть тоже враг, который восстал против церкви, против семей, детей, нашего здоровья, наших финансов. В этой истории написано такое, я не буду читать, я, может, просто скажу пару мест, пару стишков прочитаю. Это история Исафат, когда Исафат и Иудея, на них пришло очень большое множество врагов. Из-за моря, из Сирии, собрались все, которые хотели уничтожить. И пришли, донесли эту новость Исафату. И Библия говорит, что он очень сильно испугался. И он начал искать Господа. Когда мы начинаем искать Господа, что-то Бог будет делать. Бывают, приходят ситуации в нашу жизнь, чтобы заставило нас искать Бога. Написано, что он, они начали искать Бога и начали поститься. Они взяли пост, вся Иудея взяла пост. Что такое пост? Постом не может заставить Бога благословить нас или сделать какое-то чудо. Это обманчивое состояние, что когда я попостился, Бог, значит, что-то должен сделать для меня. Это делает Божья благодать и делает сила крови Иисуса Христа. Ну, скажу, что делает пост. Пост подготавливает нас принять от Бога чудо. Они молились и постились. И вот, что Бог проговорил им. Не вам сражаться на сей раз. Вы встаньте, стойте и смотрите на спасение Господнее. Почему-то в последнее время стали такие болезни появляться, что мы молимся, и они не исцеляются. Если исцеляются, то как-то очень чуть-чуть. Эти болезни, это называется рак. Он не смотрит ни на малого, ни на большого. И, кажется, мы молимся и просим Господа, что, Господь, разве ты не слышал? Но Господь говорит, что встань и смотри на спасение, которое я дам. Я верю, что придет победа в эту болезнь во имя Иисуса Христа. Мы, как церковь, мы сделали то, что от нас требуется. И сейчас пришло время, чтобы нам ожидать помощь от Господа. Не потому, что мы постились, но потому, что Божья благодать и Божья сила, она может это сделать. Мы готовили себя, чтобы принять от Бога Его чудо, Его полноту, Его ответы. И пусть сегодня не будет неправильное, обманчивое состояние. Ведь ли я постился, Бог ты должен сделать. Нет, Господи, я постился и готовился принять от Тебя чудо во имя Иисуса. И слово было подтверждение. Верьте Господу, Богу вашему. И будьте твердые. Верьте пророкам Его. И будет успех вам. И вот, что происходит. Утром они встали. Представляете, враг идет. Очень большое количество тех, что готовы погубить все семьи, их жизнь. И вот, что происходит с людьми, которые от Бога получили Слово. У них даже не было голгофы. У них даже не было крови Иисуса Христа. У нас оно есть. У нас есть победа от Бога. И вот, что они начали петь. Славословили, говорили. Славьте Господа, ибо вовек милость Его. О, сколько милости Бог уже сделал в нашей жизни. Когда мы приходим на служение, мы должны благодарить за милость Его. Когда мы благодарим Его за милость, провозглашаем Его милость и величие в нашей жизни, те обстоятельства, которые направлены против нас, они не имеют больше силы. Враг восстал, который молодых людей не может освободить от их независимости, как бы они ни пробовали. Рэп-центры, чтобы попасть, очередями ждут месяцами. И я верю, что идет время на церковь, что молитва церкви, она будет разрывать всякие узлы во имя Иисуса Христа. Встаньте и смотрите на спасение Божье. Нужно научиться доверять Богу и смотреть то, что Он уже сделал. Во время славословия и хвалы те, которые шли, чтобы уничтожить их, начали уничтоживать друг друга. И написано так, что потом, когда пришли они туда, на то место, и видели большое количество людей, которые погибли, и вот что происходило. Три дня они забирали добычу, они ходили один день, брали, и не могли нести, и приносили, ложили, и слаживали. И шли второй день, брали, и слаживали то, что была великая добыча. И третий день они брали то, что Бог делает. О, слава Иисусу! Если ты на этом месте сегодня ожидаешь от Бога, и ты молился и постился, искренне искал Бога, я верю, что сегодня твой день, твоего исцеления, о, твоего спасения, прорыва твоим детям, спасения твоим детям, финансового благословения, о, слава тебе, Иисус! Римлянам 8 глава. Бог, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним, не дарует ли нам все? Могу я задать вопрос, слово все включает вас и вашу ситуацию? Слово все включает наших детей, включает наш город, включает нашу нужду. С Ним не дарует ли нам все? Если Он Сына не пощадил, то неужели Он не может ответить на твою маленькую нужду? Сегодня убери свой взор со своей ситуации, со своих проблем, но пусть твой взор сегодня будет направлен на тот, который делает все. Во имя Иисуса Христа. Кто будет обвинять избранных Божьих? Если это написано, значит, есть в этом нужда. Что делает дьявол во время служения? Он пытается атаковать наше подсознание. Пытается какими-то способами повлиять, что о, твое прошлое, оно не даст тебе возможности получить. О чем тут сегодня говорится? Ты даже не можешь поднять руки пред Богом. Ты не достоин этого. Ты уже молился об этом, но ничего не произошло. Это обман, который посылает дьявол для того, чтобы люди Божьи не входили в обетованиях Божьих. И здесь вопрос, кто может обвинять избранных Божьим? Божьих. Бог оправдывает их. Аллилуйя! Кто осуждает? Христос, если Иисус умер и воскрес, Он одеснует Бога. Он хладатствует за нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. И 31 стих. Что же скажете на это? Если Бог за нас, то кто против нас? Слово имя Иисуса. Слово хладатство обозначает просить за кого-нибудь. Официальная просьба представления о чем-либо с целью добиться. На престоле, на троне благодати откуда исходит все, все благословение, все устройство, весь контроль. О, сидит Иисус Христос одесную Отца и хладатствует за нас, за нашу ситуацию, за нашу нужду. О, что еще Бог может сделать, чтобы ты сегодня пришел к Богу с верой. во имя Иисуса Христа. Давайте мы поднимемся на ноги, потому что уже надо молиться. Слава, 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 слава тебе, Господи, слава великому Богу, чудному, дивному Богу, слава, слава, слава. Ли Роба Басан Толю Роба Ле Щета. О, мы благодарим тебя, Господи, за то, что ты сегодня будешь делать. Слава, 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 слава. Начинайте молиться духом, несмотря на то, что ты чувствуешь. Молись духом сейчас. Ли Ба Басан Толю Роба Ле Божья жизнь, Божья благодать, Божья жизнь, сила крови Христа. О, во имя Иисуса. Моли Моли О, Моли Иисуса. Сойди сегодня. Сойди в сильной мире. Обнови народ твой. О, во имя Иисуса. Ли Дорогие братья и сестры. Сегодня день, когда мы принимаем Божьих ответов. Своей верой. Без веры Богу угодить нельзя. Ибо без веры нельзя принять то, что Бог сегодня приготовил. Мы сегодня хотим молиться еще. Еще раз за людей, которые нуждаются сегодня. Сегодня специальное служение, когда мы верим Богу, что Бог сделает. Если сегодня ты нуждаешься, чтобы Бог коснулся тебя, и ты веришь. Или это ты молишься за себя, или за детей. Или просто, чтобы Бог наполнил огнем Святого Духа. Нет разницы, в чем ты сегодня нуждаешься. Но Слово Божье говорит, встань и смотри на спасение Божье. Мы хотим вас призвать вперед. Придите сегодня, встаньте вперед. Пред церковью, пред Богом. И скажите, Господи, это мой день. Это мой день. Я сегодня верю тебе. Во имя Иисуса, Господа Бога, Саваофа. О, да придет движение Божье. Не обмани сегодня тем, что ты пробовал и не получилось. У Бога получится. Бог уже выслал ответ свой. Во имя Иисуса. О, Господа Бога, Саваофа. Стойте на Слове Божьем. Пусть ваша вера будет на Слове Божьем. Дух Божий, Дух Божий, Дух Божий. Церковь, давайте мы будем молиться. Молимся, молимся Духом. Молимся в Духе. Молимся в Духе. Молимся в Духе. Молимся в Духе. Продолжение следует... 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 Мы поклоняемся к Тебе, Господи нашим, за Твою святую кровь, которая открыла для нас вход во святилище, которая открыла для нас, Господь, вход в Твое святилище, Твое присутствие, Твою жизнь, Твою славу, Твою победу во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, 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 Господу славу. Аллилуйя, Господу, слава! Аллилуйя, Господу, слава! Аллилуйя, Господу, слава! Аллилуйя, Господи! Дух Святой, мы хотим сегодня только вспомнить. Мы хотим соединиться с Голгофом. Мы хотим стать одной жертвой, Сына Твоего. Мы желаем одной быть с кровью, Сына Твоего. Нам нужна Твоя помощь. Нам нужно Твое участие. Нам нужно Твое действие. Мы, Господь, не просто хотим приближаться к Тебе устами нашими, но мы хотим войти сердцем нашим и духом нашим. Во имя Иисуса Христа помоги нам в этом, Дух Святой. Помоги нам в этом, Дух Святой. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Дорогая церковь, оставайтесь в молитвном состоянии, но вы присядьте. Я буквально несколько минут хочу обратиться к вам. Сегодня у нас торжественное служение. Торжественное, потому что мы вспоминаем самое величайшее событие во всей вселенной, когда Господь Иисус Христос искупил нас своей жертвой. Сегодня мы также завершаем наш пост и молитву. Мы будем продолжать стремиться к Господу, но пост и молитва завершится этим собранием. Аллилуйя. Я хочу прочитать этот стих, который мы всегда читаем, и направить ваше внимание, так как мы сегодня не просто хотим вспомнить, но принять от Бога, войти в ответы Божьи. Мы хотим войти в ответы Божьи, чтобы будущее наше, когда мы выйдем отсюда, оно было в ответах Божьих. Послушайте внимательно. Еще раз считаю вам знакомый всем стих. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, едите сие с телом моем, за вас сломимы, сие творите в мое воспоминание». И дальше написано также и чашу. Я хотел сегодня, чтобы мы с вами увидели важность того, что мы делаем сегодня. Это не просто вспоминание, как дань Богу. Это то, что для церкви Иисуса Христа нужно больше всего. Понимаем ли мы, когда мы вкушаем, что происходит, когда мы берем хлеб и принимаем чашу. Мне кажется, Бог позаботился, чтобы это было для нас понятно. И Он позаботился это в Ветхом Завете открыть нам, объяснить нам. В Ветхом Завете каждая семья, вы помните, вначале Бог являл мощные свои явления силы. Девять мощных язв пришло на Египет, чтобы явить славу и силу Божью. Но этого было недостаточно. Бог захотел сказать Своим людям, Церкви Божьей на земле, что самая великая сила, выраженная Богом, это в Агнце Ламимом, это в Агнце Закланном, это в хлебе, это в теле Иисуса Христа, и это в Его крови. Аллилуйя! Аллилуйя! Израиль должен был выйти из рабства. Хотел выйти из рабства, но не мог, потому что враг был сильнее Израиля. И все девять казней не произвели ожидаемого результата. И Бог заявил, что нет больше силы, нет силы, которой может противостоять враг. Эта сила является ничто иное, как страдающий за нас Агнец, как ломимое тело Иисуса Христа, и Его пролитая кровь. Аллилуйя! Христос, Бог дал повеление Моисею, сказал, прежде чем вы будете есть, вы должны собраться, вы должны припоясать себе, вы должны взять палки даже в руку, даже не просто поставить где-то там, где-то вот в удобном месте, держать ее в руках. Почему? Потому что это сила, которая мгновенно освобождает вас. Аллилуйя! Поэтому, когда мы будем принимать и участвовать, я хочу, чтобы мы понимали, сегодня мы не просто даем дань, сегодня мы на месте, где есть Бог, являет свою силу. Аллилуйя! Аллилуйя! Затем, каждая семья должна была взять своего Агнца. И этот Агнец, который был в их доме на протяжении целой недели, самый лучший, самый совершенный Агнец в этой семье, на глазах у всех, Он заколался. Он приносился, на огне приготовился. О чем это говорит? Сегодня мы не только должны с вами только вспомнить тот факт. Сегодня я хочу, чтобы мы пошли на место, называющее лобное, а воочем, там, где под гнетом креста пришел Агнец Божий, взявший на себя грехи всего мира. И там, где Он был в мучениях, в огне страданиях, Он приготовлялся для того, чтобы стать для тебя хлебом. Аллилуйя! Прежде, чем ты можешь его вкусить, как хлеб жизни, он должен был испечен, он должен быть принесен, он должен быть принесен, как плата за грехи наши, искупительная жертва Иисуса Христа. Поэтому направим наши глаза сегодня на тот, кто в терновом венце, святой Сын Божий. Аллилуйя! На кого Бог возложил, на кого Бог возложил, на Него Бог возложил грехи всех нас, болезни всех нас, проклятия всех нас. Аллилуйя! И все позор наш, позор наш, отверженность наше, поражение наше, Бог возложил на Него, и вот Он висит, Агнец Божий, страдающий за грехи наши. Аллилуйя! Аллилуйя! Но и этого сделать мало. Просто видеть Его мало. Бог дал повеление съесть Его до утра. Все. А воочию. Аллилуйя! И заметьте, Израиль соединился с Иисусом. Тот Агнец, который каждого готовила, каждая семья, это был прообраз грядущего Сына Божьего. Это был прообраз грядущего Агнеца Божьего, который дает Бог для спасения, освобождения и человечества. Поэтому Израиль, когда он вкусил, это пришло отождествление с Его победой. Это отождествление, это единение. Мы становимся одно с Ним и с Его победой. Мы становимся одно с Ним, с Его силой. Вот почему Израиль и Израиль не должен больше сдать ни одного мгновения, ни одного часа, потому что Он соединился с силой Всевышнего Бога, спасающего Свой народ и освобождающего Свой народ. Аллилуйя. Заметьте, попечение Божье, исцеление Божье, нога не пухла, болезни не было в Израиле. Ава очи. Аллилуйя. Обувь не старт Твои Отца. Потому что, почему? Потому что Он одно с Ним. Утром сегодня, и рано стало рано, и читал Писание, и написано, ибо было угодно Богу, чтобы в Нем обитала вся полнота Божества телесно, и мы имеем полноту в Нем. И мы имеем полноту в Нем. Вот что значит Израиль, который вкусивший Агнца, и идущий победе и защите Божьей. Он идет не сам. Он идет в Боге, в Его полноте, под Его покровительством. Манна падает с неба, камень дает воду, аллилуйя. Море раступается, враги побеждены. И слава Божья приходит, потому что в Боге. Давайте мы поднимемся. Я приглашаю братья и служители, придите. Аллилуйя. 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 Братья и сестры, братья и сестры, пред вами хлеб. Я держусь сегодня в моих руках хлеб. Но я хочу, чтобы вы сегодня посмотрели на Агнца Божьего. Я хочу, чтобы вы посмотрели на того, кто сказал, что это тело мое за вас ломимое. Я хочу, чтобы вы сегодня вспомнили слово Иисуса, ибо оно полно силы, полно власти изменяет нашу жизнь, который сказал, ядущий мою плоть будет жить мною. Поэтому давайте сейчас прославим Господа. Прославим Господа за Иисусом. Аллилуйя. Аллилуйя. Иисус благословит от хлеба. И благословит Твой народ. Твой искупленный народ. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Дорогая церковь. Дорогая церковь. Я хочу обратиться к вам. Послушайте внимательно. Когда придет к вам хлеб и придет к вам чаша, примите ее, как Господа за вас ломимого. Как Господа, который распят сегодня здесь. Аллилуйя. Который здесь, в этой семье Божьей. Павел, когда говорил, Галаты, Уаск, Который Христос был, как будто бы у вас, пред вами, пред вашими глазами распяты. Сегодня я хочу, чтобы вы видели спасение Божьим. И принимая, провозглашали, я принимаю силу Божьего спасением, чтобы ходить Божьим спасением, чтобы двигаться Божьим спасением вперед, чтобы выйти в Божье спасение и каждый день пребывать в силе Его спасения, всемогущество Его спасения, всемогущество Его жизни, потому что Он мой спаситель. Аллилуйя. Богослови вас вот там, Господь. Аллилуйя. 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 Отец, Отец, смирений зашел в ответ, Отец, Отец, теревый на главе принес. Отец, 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 за нас справил святую кровь, Отец, Отец, Он доказал свою любовь. Аллилуйя, 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 Ты мой спаситель Иисус. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава вечная тебе. Отец, 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 смирений зашел в ответ, Отец, 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 за нас справил святую кровь. Отец, 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 Он доказал свою любовь. Аллилуйя, 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 Ты мой спаситель Иисус. Аллилуйя, 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 Слава вечная тебе. Он победил все силы тьмы, Разрушил царство сатаны, И смерть не в силах была Удержать его. Святого Бога и в силе Божьей Он воскрес Зашел на небеса небес Великолепие Своем Посел на престоле в веки веков Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, Ты мой Спаситель Иисус Аллилуйя, Аллилуйя Слава вечная Тебе На Дух Ермой живет в сердцах В сердцах народа Божьего и верю Бог Сказавши нам Я с вами во все дни до скончания века Я с вами во все дни до скончания века Я с вами во все дни до скончания века Я с вами во все дни до скончания веков Все грядут с облаками, силою и славою великою И узрит его всякое око И те, которые проносили его И возрыдают пред ним все племена земные И пошлет ангелов своих с трубою громогласною И соберут избранных своих от четырех ветров От края небес до края их Я весел Альфа и Омега Начало и конец Первый и последний Который был, есть и грядет содержитель Альфа и Омега Агнец Божий Агнец Божий Агнец Божий Славный величезный Агнец Божий Тебе хвала Тебе слава Тебе честь, Тебе поклонение, Ты наш Спаситель, Тебе наша жизнь, Тебе наша сила, Тебе наша победа, Аллилуйя. Один молится Христос, Вот слеза течет кровавый, Ты грехи мои понес, Доносил Тебе я раны, Тебе молился ты, Господь, Тогда за меня к Отцу взрывая, Не забыть мне никогда, Это слово и всеванья. Но молился ты, Господь, Тогда за меня к Отцу взрывая, Не забыть мне никогда, Не забыть мне никогда, Это слово и всеванья. Один молится Христос, Тело сам изнемогает, Будет больно лишь Твоя, Тебе молился ты, Господь, Тогда за меня к Отцу взрывая, Не забыть мне никогда, Не забыть мне никогда, Это слово и всеванья. Но молился ты, Господь, Тогда за меня к Отцу взрывая, Не забыть мне никогда, Не забыть мне никогда, Это слово и всеванья. Так же и чашу посвечели, Я сказал, сия чаша, Есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, В мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите к лепсе, И пьете чашу сию, Смерть Господню возвещаете. Ибо всякий раз, когда вы едите к лепсе, И пьете чашу сию, Чашу сию, Победу Господню возвещаете. Исцелением Господне возвещаете. Свободу Духа возвещаете. Победу над всеми силами тьмы возвещаете. Доколе Он придет. Аллилуйя. Аллилуйя. Братья и сестры, я очень хотел бы попросить всех вас, Чтобы мы сегодня были в особой атмосфере веры. Сегодня в руках служителей чаша. Это не просто какая-то чашечка с каким-то составным внутри. Это символ, прообраз, сущность крови нашего Господа Иисуса Христа. Самой важной верности Божьей. Завета, который построен на крови Иисуса Христа. На благодати. На оправдании через веру. На вечную жизнь. На силе воскресения. На верности самого Бога Всевышнего. Который сказал, я Бог твой. Я Бог твой. Я вселюсь в них. Я буду их Богом. Они будут моим народом. Аллилуйя. Писание приглашает нас возвещать сейчас. Вера, она может возвещать. Твои уста могут возвещать. Когда ты с триумфом сегодня, с праздником в твоем духе, со словословием на устах будешь принимать эту чашу, ты будешь возвещать. Ты будешь возвещать. Ты будешь возвещать. Аллилуйя. 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 нам показано, как она работает Писание открывает нам поэтому сегодня давайте мы поднимем руки Господу поблагодарим и скажем Дух Святой я хочу возвещать я хочу сегодня быть вывестником Твоей смерти, Твоего воскресенья Аллилуйя Господь, Господь, мы благодарим Тебя мы благодарим Тебя за чашу нового завета за новый завет крови Иисуса за новый завет на лучших обетованиях за престол благодати за Дух Святой за силу Твою, за победу Твою за верность Твою, за славу Твою за исцеление Твою, за новую жизнь за всякое попечение народе Твоем слава, слава, слава слава, слава, слава слава, аллилуйя слава, слава, слава слава, слава, слава аллилуйя, слава, аллилуйя слава, аллилуйя, слава аллилуйя, слава аллилуйя, слава, аллилуйя, слава аллилуйя Аллилуйя Господи, я готов кричать Тебе слава, слава До тех пор, покуда всякая немощь, болезнь И всякий плен, всякая недуг, всякие полчища врагов Полчища врагов уйдут Тебе слава, 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 слава Иисусу слава, смерть Иисуса, аллилуйя Слава, победа Иисуса, исцеление Иисуса, аллилуйя Слава, 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 аллилуйя Аллилуйя, аллилуйя Наполняй эти чаши, Господь, Твоей победой, Господь И да примет сегодня народ Твой от Твоей славы От Твоего величия, от Твоей могущества, силы Отцовской любви, а воочи и Божьей благодати Во имя Иисуса Христа Истините служителям народу Божьему Аллилуйя Один молится Христос Семьем в саду оставлен Но победою Его Я от вечных рук избавлен Но молился Ты, Господь, тогда За меня к концу взывая Не забыть мне никогда Это слово Это слово Истините служителям народу Но молился Ты, Господь, тогда За меня к концу взывая Не забыть мне никогда Это слово Это слово Истините служителямici Господь, слава Тебе, слава Тебе, Господь наш Бог Господь, слава Тебе, Господь наш Бог Слава Тебе, Бог, за спасение вечно. А сильное, славное, победное спасение своего народа. На Тебя мы уповаем, на Тебя мы держимся, Тебе поклоняемся, Господь. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя. Господь, благодарим Тебя, Господь. Ты принял молитвы народа Твоего, но больше всего Ты принял жертву Сына Твоего достойную, совершенную жертву Сына Твоего, Ава-Отчим. Твоей жертвой, Иисус, мы живы. Твоей смертью мы живы. Твоим воскресением мы живы. Твоими ранами мы здоровы. Твоей благостью мы здоровы. Ава-Отчим, Твоим наследием, Господь, мы существуем. Ты, Господи, заботишься о нас. Ибо мы стали сонаследниками Христу. Мы стали сонаследниками Христу и Своим Богом. Аллилуйя! 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 О, слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Растоем Тебе хвалы! Аллилуйя! Знаешь и ручей, что бежит За Христа ты умер Христос Знаешь и того, кто дарит Выкуп от страданий и слез Будь, как боль под рек, боль плоской Путь и на горе тяжелей Гровь Христа стекает струей Ее сделан снега бери Славы и усталы мой дух Мира счастья долго искал А в конце заблудший посту Мой Господь пришел и вернал Будь, как бурь, бурь, грех, боль плоской Будь, как бурь, грех, боль плоской Будь, как бурь, грех, бурь, грех, бурь Мой Господь, как бурь, грех, боль плоской Царь Христа текущий ручей Бьется в нем для всех благодать Имя сделан с неба берей Будь, как боль погрел, мой пустой Пути на горе тяжелей Будь, как боль погрел, мой пустой Будь, как боль погрел, мой пустой Пути на горе тяжелей Будь, как христа стекает струя Будь, как боль погрел, мой пустой 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 Благодарю тебя, Иисус 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 И за победу Твою. И честь и поклонение… Аллилуйя, 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 Господу слава babe, Господу славу! Когда колбокон 파�к através Всевозмездной обуви. Птица II н wichtige , И за победу Твою За колдовку, за кровь Я Тебя благодарю За искупление мое И за победу Твою Благодарю Тебя, Иисус Благодарю Тебя, Иисус Благодарю Тебя, Иисус Просто я благодарю Просто я благодарю Благодарю Тебя, Иисус Благодарю Тебя, Иисус Просто я благодарю Просто я благодарю Просто я благодарю Просто я благодарю 얼�люйте Ребен Павкин Господь, слава, слава, слава Ребен Мы благодарим Тебя Мы поклоняемся με Господь Мы слава словам Твои имя О, слава тебе Дивный пастыр Слава тебе, Господь Ал 추цваг mínimo Аллюлуйя特別 Аллилуйя тебе наш Господь Настоен ты славы Ты Бог всемогущий Ты Бог славный, Ты Бог святой, Аллилуйя, 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 Тебе слава, 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 Честь, хвала, поклонение Тебе принадлежит, Господи, ибо Ты святой Бог, ибо отвечающий на молитвы, Господь, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя сегодня за то, что мы могли снова направлять наши очи на Агнца Божьего, вспоминать великие страдания, вспоминать цену нашего искупления, мучения, пытки. Господи, вспоминать также ходатайство, которое Ты произнес, Христос, на Голгофе, на кресте за каждого из нас Твоей молитвой и Твоей кровью. Слава Тебе, Господь! Посему, Господи, я благословляю весь народ Твоим. Боже мой, в завершении этого поста и молитвы произношу слова благословением. Да идет народ Божий в силе и победе Господи. Да узнает он, Господь, народ Твой, узнает Твою мышцу и силу, которая идет впереди и сзади, а во очи, которая посылает все необходимое и славное для жизни и благочестия, а во очи. Господь, да служи Тебе, народ. Прилежно дослужи Тебе, народ, Господи. и Твой народ, ибо это овцы пасты Твоей, Господь. А мы поклоняемся Тебе за всем. Мы славословим Тебе, Господь, и превозносим Твое имя. Тебе слава, честь и поклонение. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш, насущный, подавай нам на каждый день и проси нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушень, но избави нас от лукавок, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Слава Иисусу! Присядьте, пожалуйста. Я приглашаю Ашеров. Пожалуйста, братья, пройдите. Я знаю, что вы народ Божий. Вы сегодня принесли также ваши и пожертвования, и десятины на дело Господне. Во имя Господа пусть Бог вас благословит. Ваши семьи, дома, жизни, во всем да прославится Господь. Несколько объявлений, которые я хотел бы напомнить. Первое, что сегодня после перерыва во время поста и молитвы будет в вечернее время подростковое служение. Поэтому, пожалуйста, дорогие родители, постарайтесь, чтобы ваши подростки были на этом служении. Еще раз объявляем, что классы водного крещения начинаются в следующую воскресенье в шесть часов вечера. Пожалуйста, запишитесь в Славика Поломарчук. Славик Поломарчук, он сможет помочь вам и объяснить, дать вам всю необходимую информацию. Также хочу обратиться ко всем молодым людям, и не только молодым, среднего возраста. Я думаю, что вы заметили, что наша видеокоманда, они усердно трудятся для того, чтобы у нас было на интернет хорошее качество съемки, и даже, чтобы вы могли видеть, и хористы могли видеть, и мы могли видеть на больших экранах, это тоже большое и важное служение. Но у нас в этом служении не хватает достаточно служащих, поэтому я обращаюсь к вам, молодежь. Молодежь, если вы меня слышите, вы должны обязательно поучаствовать в этом служении, поэтому подойдите к Александру Зановскому, он даст вам всю информацию, потому что с 23 по 25 февраля начинается обучение, вернее, с 17 февраля начинается обучение, поэтому Бог да благословит вас. Следующее объявление, что подростковый молитвенный кемп состоится 23 по 25 февраля, обязательно запишите ваших подростков, вот у Димы Русецкого, это очень важное время молитвы, пусть Бог благословит вас. Также женский молитвенный кемп, который вы можете записаться у Валентины Дайнека, вот информация пред вами, и пусть Бог благословит вас. Также еще одно объявление, что 5 марта наши дети будут участвовать в вечернем служении. Если вы хотели бы, чтобы ваши дети поучаствовали в этом служении, обязательно запишитесь в Нелли Мацик или Наташи Калиновской. Пусть Бог благословит вас. А сейчас я хотел бы пригласить Александра, он зачитает нужды, и мы помолимся. Но покуда Александр выходит, я хотел бы сегодня обратиться с поздравлением к нашей сестре Янине. Сестра Янина, в первую очередь я прочитаю от хора, а затем скажу что-то о церкви. С днем рождения нашей Янина! Мы благодарим вас за ваш труд на Ниве Божьей, за то, что мы мужаем с каждым годом, и за то, что вы вдохновляете на подвиг трудовой, где есть Дух Святой. Янина, наш хор расцветет. Я тому живой свидетель. Похвалить вас нам не грех, вам сопутствует успех. Как заходишь на собрание, в зале слышно воскресание. Реген чудный, вот дает. Ах, как чудно, хор поет. С уважением, хорист. Сестра Янина, мы хотим поздравить вас от всей церкви. Мы вас очень любим и благодарим вас за все, что вы трудитесь. И, конечно же, как хористы отметили, за ваше вдохновение, за вашу любовь к Господу, за ваш порыв чувствовать, переживать и приносить Дух Святой в собрание. Поэтому пусть Бог благословит вас и в день вашего рождения пусть наполнит вашу жизнь особенными благословениями и ответит вам на ваши молитвы. Пусть Бог благословит. Пожалуйста, Александр. У нас еще есть просьбы молиться за дни рождения, но прежде всего я хотел бы сделать одно объявление, еще у нас поступило, о том, что в пятницу 3 февраля опять начинается занятие по исследованию Библии, Откровения и Иоанна. Приглашаются все принять участие в исследовании Писания. Брат Василий просит. Также еще одну благодарность за... Я зачитаю его. Благодарим сердечно пастора и операторов за то, что позаботились о тех, кто не мог по различным обстоятельствам быть в церкви во время поста и молитвы. Но на онлайн могли быть вместе с церковью все время находиться в служении и вместе с вами в молитве быть. Слава Господу. Благодарим сердечно. А теперь благодарности. Церковь благодарю за молитвы. Зять вместе с семьей прилетел благополучно. Дай Бог им всем покаяния. Спасибо, мама. Теперь просьбы молиться за дни рождения. У нас сестру Любу Труш поздравляют как их аресты, так и муж и брат Иван Любой Вакулич. Желает им все... Желает ей всех Божьих благословений. Также просят помолиться за сына Дениса. У него 31 января, день рождения, исполняется ему 16 лет, чтобы Бог его благословил, привлек его к себе и дал ему мудрости, чтобы он также служил к Господу. А теперь просьбы. Просим помолиться церковь, чтобы Бог сохранил перелет нашего сына и помог пройти ему все трудности, просит мама с папой. Дорогая церковь, пожалуйста, помолитесь за Вадима Кондратюк, чтобы Бог исцелил его. Мы уже молились за эту нужду в пятницу, еще будем молиться. Да услышит Господь, братья и сестры, помолитесь, чтобы он явил свою милость моей жене Любе. Прошу, муж, благодарю. И последнее, помолитесь за исцеление нашего сына. У него сильно воспалилось ухо. Вот такие просьбы и нужды. У кого день рождения были, выходите, пожалуйста, наперед, мы будем молиться за вас. Мы, вставшие на ноги, совершим еще одну молитву сегодня. Божий вечный, дивный Господь, Отец наш, мы искренне Тебе благодарны за то, что Ты позволил нам иметь это общение на протяжении трех недель, Господь, где Ты, Господи Божий мой, даровал нам общение и приходи к Тебе, приближаться к Тебе, Господь Божий мой. Слава Тебе за это. Поэтому, Господь, мы благодаря Тебе просим Тебя, обрати Твой взор на усердие народа Твоего, обрати взор Твое на дерзновение, на надежду, которую мы возлагали на Тебя. И пошли Твои ответы, Господь, пошли Твои ответы не в силе Твоей, а в отче. Благослови, благослови действительно, Господи, пошли Твои ответы на эти нужды, которые звучали сейчас про лицам Твоим. За перелет Сына, благослови, и все устройство добудет рукою Твоей во все дни жизни его на этой земле, Господь. Благослови также Вадима Кондрутика, Ты знаешь, Господи, его состояние, и что произошло. Лишь Ты единый, который может сотворить Твое чудо и восстановить его из той болезни или из того состояния, в котором он сейчас находится, Господь. Силой Твоей, Господь, прикоснись к нему. Сестру Любу, Господь Боже мой, яви Твою милость, Господи, и Твое прикосновение да будет к ней, Господь, и да будет она восстановлена от Духа Твоего, от силы Твоей, Господь. Также, Господи, исцели Сына, родители просят, воспалилось ухо, да будет, Господь, Твое прикосновение и Твое восстановление во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Яви, Господи, Твою милость и Твою благодать, и да будет молитва услышана во имя Твое. Аминь. Братья и сестры, в этих записках, хотя мы уже молились, но еще раз я хочу, чтобы мы вызвали к Богу. Мама написала за своего сына. Ему исполняется 16 лет. И она почему-то очень просто верит, что когда мы помолимся, Бог его жизнь обратит в другую сторону, и он будет ревностно служить Господу. Давайте мы принесем еще такую молитву. Господь, мы сегодня искренне молимся за эту нужду. Мы произносим молитву ходатайства. Господь, я прошу за Того молодого человека. Господь, милость Твоя и благость Твою наполнит Его сердце Твоим царствием, да прилепится Его сердце к Тебе и да отвратится от всего мирского, чтобы жить для Тебя, служить Тебе, Господь, и приносить Тебе плоды, прославляя имя Твое, и быть радостью для своих родителей. Тебе слава за все. Аминь. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. На этом, братья и сестры, наше служение закончено, и пост для вас закончен. А те, кто на втором потоке, для них будет чуть позже. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас.